Азбука СВО Простые советы, которые помогут вернуться домой целым и невредимым. Сегодня ты узнаешь, как вести уличный бой. Худшее, что может прийти тебе в голову, оставаться на месте, не меняя позицию. Противник, скорее всего, попытается обойти тебя с фланга. Действуй сам. Устрой врагу нежданчик. Как правило, побеждают самые быстрые и дерзкие. Подвижность и скорость перестрелки важнее меткости. Не надо стрелять, как Рэмбо дырными очередями. Используй одиночный огонь. Нет смысла стрелять быстрее, чем сможешь попасть. В ближнем бою целься в район паха и коленей. Это самые незащищенные части тела врага. Если ты не стреляешь, ты перезаряжаешь. Если не двигаешься, значит ты, наверное, умер. Работай на опережение. Предоставь эту честь врагу. Азбука СВО. Простые советы, которые помогут вернуться домой целым и невредимым. Сегодня ты узнаешь, как правильно штурмовать здание. Главное в этом деле не экономить гранату. Добравшись до нужного адреса, ставьте дымы на основном и отвлекающем направлении. Противник должен запутаться в твоих планах. Помещение, заходите вдвоем. Сначала граната. Сначала граната. Потом ты. Закатывай ее по полу. Иначе может отскочить обратно. Не пытайся вырвать чеку зубами. Вставлять их будет на тьме твоего батальона. Не выдергивая чеки, закатывай в помещение вторую гранату. Уцелевшие после взрыва упадут на пол, спрятав голову руками. Возьмешь живыми. При движении по лестнице перемещайся вдоль стен. Иначе тебя увидят с верхних этажей. Не прижимайся перилом. И помни, все вокруг может быть заминировано. Без крайней необходимости. Избегай контактов с любыми предметами. Азбука СВО. Простые советы, которые помогут вернуться домой целым и невредимым. Сегодня ты узнаешь, как правильно оборудовать позицию. Жизнь в движении. На передовое движение должны быть копательными. Лучше устать, чем оказаться застигнутым врасплох. Делай окоп глубже, а его стены прочнее. Усиливай их бревнами. Не откладывай на потом. Оборудуй в окопе боковые ниши, если не хочешь получить посылку от вражеского беспилотника. Не жди, что за тебя все сделает кто-то другой. Сам заботься о себе и боевых товарищах. На подходе к окопу незаметно разложи пластиковые бутылки и куски шифера. Натяни проволоку жестяными банками. Незваному гостю нужно обеспечить громкий прием. Всегда ожидай пакости от противника. Этот навык отличает хорошего солдата от мертвого. Азбука СВО. Простые советы, которые помогут вернуться домой целым и невредимым. Сегодня ты узнаешь секреты обращения с личным оружием. Ведя огонь по вспышке, выноси точку прицеливания на полфигуры вправо. Скорее всего, твой противник прав шаг. Используй дульный тормоз закрытого типа. Банка на конце ствола снижает заметность. Никогда не снимай с шеи ремень автомата. Потеряв оружие из легкого трехсотого, ты гарантированно превратишься в грустного двухсотого. Не прищуривай один глаз. Целься двумя. Смотри на мир шире и увидишь больше. Упражняйся снаряжением магазина в неудобных положениях и на ощупь. В бою идеальных условий не будет. Начинай заряжать с нескольких трассирующих патронов. Они ярко светятся в полете. И пустой магазин не станет для тебя неожиданностью. Ведь последним свиется тот, у кого остались патроны. Азбука СВО. Простые советы, которые помогут вернуться домой целым и невредимым. Сегодня ты узнаешь, как правильно действовать при огневом контакте. Тренируйся выстрелить первым. Будь всегда на чеку. Это в тире мишень не уворачивается и не открывает ответный огонь. В бою у тебя будет только одна секунда, чтобы поразить противника. За это время лучше сделать два выстрела, чем прицеливаться один раз. Через секунду прячься в укрытие. Если ты не Дэгпул, не нужно укрываться за легковой машиной. Она простреливается на вылет. Частично защищает только передняя часть, где расположен двигатель. Упражняйся в стрельбе из-за угла не только с упором вправое, но и в левое плечо. Противник знает, как тебе удобнее. И попытается обойти укрытие против часовой стрелки. Всегда будь готов сменить позицию. Скорость в бою зачастую важнее меткости. А первым умирает тот, кто медленно бегает.